Уход за деревьями, как за детьми. В этом, на первый взгляд, обычном саду Павел Овчинников знает каждое растение. А это ни много, ни мало 40 гектаров. Мордовский сортоиспытательный участок плодово-ягодных культур был основан в 1953 году на базе совхоза Архголицинский. Здесь на протяжении более полувека испытывают такие растения, как яблоня, груша, слива, вишня и ягодные культуры. Здесь испытываются сорта, которые мы потом по результатам сортоиспытания рекомендуем для условий Мордовии. То есть мы испытываем их по всем параметрам на зимостойкость, урожайность, устойчивость к болезням и вредителям. А то бывает иногда так, вот, например, сейчас многие приобретают сорта на рынках, на базарах, особенно иногда у дорогах участников. И сорта, которые, бывает так, что человек посадит сорт и через год-два он у него полностью погибает. То есть получается так, что сорта не адаптированы к условиям Мордовии. Чтобы не нарваться на мошенников при покупке саженцев, Павел Иванович советует спросить сертификат качества или любой другой документ, где указан сорт растения и адрес питомника. Не стесняйтесь попросить продавца оголить корневую систему и срезать небольшой корешок. Если место повреждения сухое, то велика вероятность того, что растение не приживется. Подозрительно развитая корневая говорит о том, что этот вид, скорее всего, выращивают в условиях более теплого климата. То, что предлагают у дорог, специалист покупать не советует. Из яблони мы рекомендуем, например, из летних сортов сейчас проявились новые сорта. Вот ищет белое, солнышко. Сорта очень красивые, крупные, иммунные, обладают иммунитетом к парше, то есть не поражаются паршой. Чистые, вкусные, вкусовые качества отличные, очень крупные по величине. Бывает и такое, что сорта, не прошедшие определенный контроль, поступают на рынки Мордовии. Такие саженцы покупают как предприниматели, так и садоводы-любители. Ухаживают за ними и подкармливают удобрениями. А в результате вырастает дикое дерево или растение гибнет после холодной зимы. Сорта нам поступают из научно-исследовательских институтов, от опытных станций, от селекционеров, которые рекомендуют их для нашей зоны, то есть для средней Волжской природной зоны. Поступают в основном Москва, Мичуринск, Орел. Ну, фактически могут прислать со всей России. Даже у нас есть сорта, испытываем вот сорта с Челябинской области. Здесь вот 6-5 сортов, это из Челябинска. С момента посадки и окончания эксперимента должно пройти немало лет. К примеру, чтобы определить, подходит ли тот или иной сорт яблонь для наших широт, специалисты должны снять не менее 4-5 хозяйственных урожаев. Нужно учитывать и тот факт, что до плодоношения дерево набирает силы от 3 до 8 лет. У нас был такой случай, вот, например, у нас был сорт отта в летний. Ну, всем прекрасный сорт, крупные плоды, отличные все. На третий год выяснилось, что он не зимостойкий. И сейчас фактически он весь выпал у нас, то есть все деревья погибли. Или есть сорт груш, у нас тоже румяная кедрина, тоже крупный, красивый, как южный сорт, вкусовые качества отличные. Но они зимостойкие и поражаются плодовой гнилью. Павел Иванович признается, что место работы он выбрал только по великой любви. Родился и вырос в селе. За 64 года он ни разу не задумывался о жизни в городе. Со всеми премудростями обработки деревьев, знаком еще с детства. Когда-то у него была своя бригада, и с техникой проблем не было. В слаженной работе в любимом коллективе пришел конец еще в 90-е. Прошли десятилетия, но ситуация не изменилась. Сплошной, можно сказать, энтузиазм, потому что рабочих нет. Если бы были у меня здесь, скажем, 5-6 человек, но им надо достойную заработную плату, люди, может быть, и пошли бы сюда, но низкая заработная плата останавливает. Иногда на помощь приходят временные рабочие с биржи труда. Но к некоторым видам обработки растений Павел Овчинников никого не подпускает. К примеру, обрезку деревьев считает ювелирной работой, которой обучиться за короткий срок практически невозможно. Ирина Пятина, Сергей Соколов, Народные новости.